о деньгах и клубе «Новая искренность». Открываете ли вы данные, кому принадлежал этот особняк на момент аренды? Я могу сейчас... Я просто некоторые вещи не могу рассказать просто в силу того, что отношения сейчас закончились, у нас подписан договор, но какому-то армянину принадлежит, насколько я знаю. Я читал в интернете о том, что он якобы какой-то ведомственный, но я это узнал уже постфактум. И он был, особняк вот этот шикарнейший, был отреставрирован полностью за ваш счет. Верно? Вы, скорее всего, сейчас хотите вернуть комментарий Ярослава Конвея, когда он написал, что он потратил какую-то часть своих биткоинов тоже на это. У нас с ним была договоренность, он там вложил какую-то небольшую сумму денег, когда мы начали выходить из заранее согласованного с ним бюджета, когда мы открывали это место, мы партнерские отношения устанавливали. Но открывался он целиком на мои деньги, и там доля денег, которые Ярослав вложил, она просто настолько незначительная, что несерьезно это обсуждается сейчас даже. Вот можно хотя бы какой-то порядок примерный рассказать? Ну, один к ста. Нет, порядок цифр вот этой масштабной реставрации, потому что мы понимаем это историческое здание. Ну, я потерял, я потерял, я потерял много денег. Я потерял много денег, я не стоит просто, как бы, наверное, все-таки озвучивать, но много денег потерял. Но это больше миллиона долларов? Ну, не нужно выводить. Вы понимаете, какие заголовки будут неприятные? Много денег было. Много. Это была авантюра, она была осознана как авантюра. Опять же, вот говоря о рисках, да, риск, что нам не дадут проработать, изначально закладывался в проект. То есть это не какой-то там... То есть это, конечно, печально, что так случилось, но я считал, что эта авантюра, она стоит того, чтобы хотя бы попытаться, потому что если не пытаться, то не получится вообще ничего. Но также сделаю оговорку, что когда мы приняли решение его открыть, Алексей Навальный еще не был отравлен. Россия изменилась с отравлением Навального принципиально. И то, что казалось возможным до его отравления, перестало казаться практически сразу позже. После возможным, но остановить уже проект был невозможным. Вы так вот по-разному говорили в разное время. Был ли он коммерческим или хотя бы какая-то часть была заложена, вот эта вот коммерческая? И была надежда, что вы хотя бы немножечко сможете вернуть на том ресторане? Была надежда выйти в ноль. Я, конечно, хотел выйти в ноль. Я всегда рассматривал этот проект как абсолютно меценатский. То есть я считал, что Москва нуждается в таком месте. К сожалению, в Москве 2021 это место невозможно стало. А какую роль в этом сыграл карантин? Ведь вы открылись прямо в разгар второй волны карантина. Ну, это тоже в некотором смысле была авантюра. Просто недвижимость стала резко дешевле. И мы обсуждали идею открыть клуб где-то года два до того, как это произошло. И когда случились карантины, когда куча мест обанкротилась, упали цены на недвижимость очень сильные. Скажем, то место, которое мы в итоге открыли, мы не смогли бы открыть два года назад просто в силу гораздо больше арендных цен на тот момент. Ну, сыграл такую роль. Плюс делать было нечего. Несколько проектов появилось, когда мы с Ярославом застряли в Европе на локдауне, несколько месяцев сидели дома безвылазно. И вот один из проектов, который до сих пор функционирует, это проект «Крепость» появился. А второй – это «Новая искренность». Ну, просто нужно было хоть что-то делать для того, чтобы занять и себя, и придумать какой-то движ. Вы не раз говорили о том, что это пространство должно было стать таким пространством политической мысли, что это должна была быть новая московская Белингово. А на мой взгляд, все-таки эстетически это больше напоминало такую декорацию для клуба Надежды Абаленцевой и 418 – клуб для богатых женщин, которые платят Константину Погомолову, чтобы он с ними поужинал и развлек интеллектуальной беседой. Вот вам не кажется, что был такой диссонанс между вот этой молодежью свободной и вот этим всем антуражем такого немножечко тяжелого люкса? Если бы вы пришли в наше заведение, вы знали бы, что у нас очень демократические цены были в ресторане и в кафе. То есть там мог поесть небогатый студент. И билетов входных каких-либо не было. То есть была регистрация, потому что желающих приходить просто было больше, чем мест, которые были нам доступны. Но там не было никаких прайсов. То есть это было недорогое демократическое заведение в таком антураже. Я согласен, что антураж был помпезный, потому что это бывший дворец. Но как бы странно для того, чтобы вместить то количество людей, которые мы, собственно, вмещали, пока место существовало, нужно было вот это пространство. Таких пространств в Москве немного. И вот одно из доступных на рынке оказалось дворцом. Так вышло. Ух ты, как интересно. Прямо дворец был, да? Я просто... Ну, это бывший особняк. Я дворцом называю, но он как бы выглядит. Это бывший особняк в центре Москвы. Он был выбран не по причине того, что он помпезный, а по причине того, что он просто отвечал вот тем требованиям, которые были. Должен был быть зал концертный на 400 мест. Таких мест в Москве мало просто. А те, что есть, они либо значительно дороже стоят, на самом деле, либо находятся не в центре, либо являются таким вот помпезным заведением. Но давайте помпезность оценивать не по историческому декору, который там был, а этот декор был именно исторический, а по ценам меню. Да, меню там было, ну, по московским меркам, как бы абсолютно среднее. А не помните вот пример какой-то? Ну, у нас самое дешевое. У нас было блюдо принципиально, у нас было несколько блюд по 200 рублей, потому что мы знали, что у нас будут небогатые посетители. Там даже вот меню такое было, знаете, олень с мороженой, какие-то там члены устрицы. Самое дорогое блюдо в нашем ресторане было 800 рублей, самое дешевое – 200. 800 рублей – это очень и очень дорого. Вот, знаете, смотришь на этих всех… Это самое дорогое блюдо, самое дорогое блюдо было 800 рублей, естественно, это дорого. Самое дешевое было 200, это, мне кажется, недорого. Было дешевое пиво, были дешевые напитки. Я понимаю то, что вы были заложниками вот этой вот уже там готовой, по сути, эстетики. И все-таки молодежь, которая приходила на открытие, очень многие говорили, отвечая на вопрос, почему вы пришли, потому что бесплатно. Ну, это такая вот свободная городская, студенческая молодежь, совершенно которой все равно там на морожку, на севиче и на гребешок, что там еще у вас было в меню. И, наверное, да, им больше подходила эстетика той самой билингвы или, я не знаю, магазина листва тоже совершенно демократичного. Я просто полагала… Магазин листва помещается 40 человек, у нас было 400, понимаете, но нету мест, где 400 человек помещается в Москве, их очень мало, таких заведений, где можно концертный зал оборудовать отдельный от ресторана и проводить полноценные мероприятия. А задача-то была именно в этом. Это место было дорогое для меня, оно не было дорогим для посетителей. Оно было… Именно поэтому я говорю, что оно изначально как меценатское рассчитывалось. Я рассчитывал терпеть убыток каждый год от него, как бы надеялся, что, может быть, удастся выйти в ноль, никогда не рассчитывал, что удастся выйти в плюс, потому что задача была принципиально иной. Задача была создать интеллектуальное пространство. И то, что этого государство не позволило сделать, ну, вот такая настоящая беда. Для меня очень жаль, да, очень жаль.